Всем привет, продолжаем с вами путешествие по кратеру Нгуру Нгуру. Сегодня такая часть будет больше созерцательная и развлекательная. Если вы не любите животных или просто смотреть на пейзажи, то вы ничего интересного здесь не найдете в этой части, то есть это я полдня ездил по кратеру непосредственно и снимал просто зверушек и пейзажи, и все, я там ничего нового вам не расскажу, вы ничего нового не узнаете, просто посмотреть. Там непонятно как-то начинается часть, значит смотрите, получается, что первый день мы ездили к Масаем и потом мы ездили в музей археологии, где найдены одни из самых древнейших в мире останков человека и орудия труда, да, но я прям отдельно запишу часть об этом, потому что сейчас эта тема очень актуальна и псевдоученых развелось вообще настолько много, что как бы это важно все показывать, освещать, чтобы вы понимали, как на самом деле было. Многие путают теорию эволюции с версией, вот слова теория и версия путают их, да, это неправильно. Так вот, я поехал в музей, посмотрел в музей, потом посмотрел одно там какое-то место связанное с местным шаманизмом, это будет в отдельной другой серии, да, которая уже про шаманов, про религию. Здесь получается, что мы после этого музея уже, мы поехали обратно, выехали на склон кратера и там приночевали в отеле, вот собственно с этой ночевки начинается, поэтому непонятно, я там не объясняю, что, где это, как я туда попал, зачем. Вот на склоне, то есть на стене, наверху стены, вот стена, да, вот прям наверху. Отели, они очень дорогие все, я там цены все называю и вот я туда приехал, приночевал, мы стали рано утром, еще было темно, мне кажется в 4 где-то или в 5, позавтракали и спустились вниз в кратер и весь день ездили по кратеру, вот собственно мои зарисовки там, там ничего сложного нету, объяснять собственно нечего, буквально пару моментов я хочу вам рассказать. Значит первое, в кратере, смотрите, это же получается такая вот типа как воронка, да, и туда ветер, насколько я понял, заходит как-то очень специфически и он заворачивается довольно специфически. Благодаря этому в кратере вот я этого не знал, я думал кратер спускаешься, там просто такая плоскость, поросшая травой и стада животных, нет, там оказывается около 15 микроклиматов, это очень круто выглядит, ты вот как бы едешь, да, на машине раз, там несколько квадратных километров болота, ну там не знаю, допустим 3 на 3 километра, да, болото, там бегемоты барахтаются, какие-то значит птицы, фламинги розовые там миллионами, буквально вот болото резко прям заканчивается, не знаю там 30 метров, начинается прям сухая такая степь выжженная, полностью травы почти нету. Идет степь, резко степь обрывается и начинается такой реликтовый тропический лес, который весь в лианах, в мхах, там деревья поросшие, очень такой густой и красивый, да, там своя жизнь совсем, там совершенно другие свои животные, там вообще все другое, там важность другая, запахи другие, все другое. Потом там есть местность, где холмы, есть местность, где ручьи бегут узенькие, вокруг много травы, и там животные по-другому себя ведут совсем. И вот как бы таких местностей много, и они все-таки маленькие, то есть карманный лесочек, карманные холмики, карманное болото, да, там ручейки, вот мне тоже очень понравилось, я, например, этого не знал. Так, дальше, я тут по шпаргалке смотрю, чтобы ничего не забыть. Я себе раньше представлял, что жизнь вот животных именно в той местности, она как выглядит? Половину жизни животное от кого-то убегает, да, потому что много хищников, все охотятся, бегают, и половину жизни животное ест. Ну, еще иногда спит, но это редко и в основном на ходу, да. А тут я был сильно удивлен, что оказывается, мы туда приехали где-то часов в пять, и вот мы, когда в пять ездили, извините, у меня энергия опять, когда мы в пять ездили, вот где-то с пяти до семи, животные все упорно ели. Мы к ним подъезжали, они на нас смотрели, поднимали голову и обратно опускали, щипали траву, и часов где-то в восемь все животные закончили есть, и ни от кого не убегали. Они просто встали и стояли, смотрели на нас, друг на друга, какие-то игрались, бегали там друг за другом, по кругу гонялись, там самцы бодались между собой, но практически никто уже не ел, то есть я вот был уверен, что они круглые сутки едят, да, что как бы они вот постоянно или едят, или убегают. Также я не видел никаких моментов в погоне вообще, то есть чтобы хищники бегали за животными, животные от них убегали там по всему кратеру, тоже такого нет. То есть мне показалось, что у них жизнь довольно спокойная, и где-то ближе к одиннадцати многие антилопы и зебры стали просто ложиться на землю и спать лежа. Вот прям так на бок, плю, и спать. Я сначала даже думал, они дохлые. Потом, когда мы подъезжали, они не убегали, нет, они просто поднимали голову, смотрели, что приехал Мзунгу, и дальше спали. Тоже неожиданно для меня оказалось, то есть, во-первых, мне казалось, что как только она приляжет поспать, ее должны сразу сожрать, ну там как бы этого всего не происходило. Мне казалось, что опять же, как, когда спать, если нужно есть, да. Буйволы водяные, или там они какие-то, получается, не водяные, но они похожи на азиатских водяных, поэтому я на автомате их называю водяными, у которых рога проходят вот тут сначала, да, потом так, в стороны. Они зашли на холмы и стали кругом так, насколько я понял, самки-детеныши внутри, а самцы стали, скажем так, мордой наружу круга, и тоже начали так придремывать, или стоя, или некоторые вот легли, да. Тоже как бы я вот в передачах такое не видел и не ожидал, я тоже думал, что они или пасутся, или от кого-то убегают. Вот этот момент мне был интересен. И еще я понял такой момент. Вот помните всегда в передачах во всяких, да, там Discovery, Animal Planet, смотришь, стоят, там, допустим, зебры штук 50, когда эти косули антилопы, там, пару жирафов, рядом лежат львы, и они пасутся, смотрят на львов, львы смотрят на них, и они пасутся рядом, никуда не убегают, и вот как бы получается, что, по сути, они остаются на месте, ждут, когда львы проголодаются, кого-то из них съедят. Я всегда думал, почему они такие тупые, они же вот увидели, что вот львы, ну, уйдите на другой конец, да, там, не знаю, за пару километров хотя бы отойдите. Почему нужно вот вместе время проводить рядом, в опасности, скажем так. Вот, когда я туда приехал, я понял, что там настолько высокая плотность животных, то есть смотришь в любую сторону, и ты всегда видишь тысячи животных. То есть тут львы, там львы такие же точно, и там львы, и вон там львы. И бегать туда-сюда весь день, да, или неделю, чтобы вот от всех львов или от всей океаны оказаться на расстоянии двух километров, или там километра, невозможно вообще. То есть ты будешь бежать, натыкаться на других львов, потом еще на других, еще на других. Собственно, ты с голоду сдохнешь тогда, если будешь бегать. Вот как бы у меня такая версия, видимо, оно как-то так получается. Так, и последний момент, который мне непонятен. Откуда там такая биомасса? То есть смотрите, ну там обычная трава, ну как бы она реально самая обычная. Такая трава есть везде в других странах. Во многих странах такая же трава круглый год есть, да? А почему именно там вот такая громадная биомасса? То есть если собрать всех этих животных и их взвесить, ну это же громадные, там, мегатонны живой массы, как они могут просто существовать на обычной траве, которая, ладно, пусть каждый год. Я понимаю, если бы там трава была метров пять высотой, там какая-нибудь спали с толщиной, да, сладенькая, вкусненькая, супер-мега-питательная какая-то, необычная, или они ели бы там какие-нибудь бататы или фрукты. Ну вот она самая обычная, пожупая, серая, коричневатая, ну вдоль ручьев, вокруг болота она зелененькая. Ну вот как бы тоже мне непонятно, как вот это вот блюдце, да, получается сколько там, 18 на 20 километров, я вам говорил, как оно выкармливает такие огромные стада, такие поголовья, для меня загадка. Или там скорость роста какая-то космическая, да, что она там сутки вырастает настолько, а ее успевают быстро поесть, и она опять вырастает. Ну или что-то я вот, вот этого я не понимаю. Если среди вас есть специалисты по этой теме, напишите, пожалуйста, в комментариях, я почитаю, потому что мне интересно узнать, в чем момент. Так, ну на данный момент все. Просто смотрим, наслаждаемся животным миром. Я сейчас в мото-путешествии, в данный момент по Албании катаюсь, остановился сейчас на несколько дней в городе Дурес. Это древнегреческий город, который, ну его основали греки, находится на территории Албании, современный, да, очень крутой город. Здесь родился, например, один из римских, византийских императоров. Отсюда начиналась такая знаменитая есть вещь, Игнатьевая дорога. Это римляне древние построили дорогу от Дуреса, больше 800 километров, шириной 6 метров, до Константинополя, ну Стамбула современного, через все Балканы полностью. Торговый путь и все города, которые стояли на этом пути, мигом разбогатели. Здесь вот дуреси, амфитеатры, крепости, чего только не было. Вот, я, естественно, все снимаю. Был в столице Албании втиранием. Вот, кстати, Албания один, ну как, не одна, а считается по статистике самая бедная страна Европы. И, вы знаете, я немножко в смущении, потому что, на мой взгляд, мое оценочное мнение, здесь живут люди примерно как в России. Вот, как бы для меня, я был уверен, что здесь какие-то чернявенькие цыгане, бомжи, беженцы, и ездят на каких-нибудь повозках с кобылами, полудопами, запряженными. По крайней мере, я что-то подобное видел у каких-то блогеров про Албанию. Ну, вот, здесь современные города, куча мерседесов, бэйвэй, промышленность есть. Ну, как бы я вот тоже, я все снимаю, свое мнение там рассказываю, потом намонтирую, покажу вам. А вот, после вот этого видео про животных записывать уже кусок приклеивать не буду. Сразу со всеми прощаюсь, приятного просмотра. У нас впереди еще две части из кратера. Это эволюция человека и религия, и шаманизм, магия Масаев. Наши излюбленные темы. Всем пока. Так, на сегодня прилично уже мы накатались. Вселились в отель. Отель очень красивый. Сейчас там снаружи похожу. Но главное в отеле это вид. Вид прямо на кратер. И я вот сейчас стоял, смотрел, смотрел, и я увидел, где тусят розовые фламинго. И у них много тусовок. Сейчас попробую вам показать, не знаю, телефон словит или не словит. Видите, вот сейчас, подождите. Стоять. Так, так вот. Блин, ветер дует, дует. Сейчас. Вот как белая пенка на воде такая, да? Это вот они. Их там много. И, оказывается, у них, вот я сейчас вижу, раз, два, три, четыре тусовки. Завтра мы спускаемся в кратер. Это вот, собственно, кратер, да? Завтра мы в него спускаемся и будем искать всяких животных. Ну, может, что еще там интересного найду. Естественно, не гарантирует никто, что мы увидим прям всех животных, что там вокруг будут бегать леопарды, ягуары. Ой, ягуаров тут нет, львы. Но в этом, мне кажется, весь интерес, что никто ничего не гарантирует. Как повезет. Отель огромный, громадный. Причем, я не представляю, как это все сюда притащили, все эти стройматериалы. Дорого очень все сделано. И никого нету, ребята. Вообще никого. Я один. Вот, тут ночь стоит. Я что-то смотрел по букингу. 370, что ли, долларов. Но я решил не бронировать. Ну, да, судя по размеру, это вот здесь завтрак, шведский стол. Здесь кучу народу обслуживают обычно, да. В общем, я решил не бронировать через букинг. Думаю, дай-ка попробуем на месте договориться. Здесь нет дешевых отелей вообще, в принципе, в этом, в кратере. Да? А хотелось ночевать именно в кратере. Ну, по-заму, что смотрите. Сами понимаете, почему, да. Вот. И мы приехали на место сейчас. Здесь вообще сейчас сильно удивились, что увидели туриста. И мы договорились за 100 долларов на ночь. И водителю... Ну, водитель в машине у меня спит. Вот. Ну, у нас как бы такая... Такое угол, что если дешевых гостиниц нет, то он спит в машине. Но на самом деле у нас там в машине холодильник, электричество, розетки. Поэтому почему бы там не поспать. Я бы и сам там спал. Вот. Здесь... О! Тут даже газовые нагреватели, смотрите, уличные есть. То есть, бывает настолько холодно. Здесь, в кратере в самом, все отели вот такие вот, типа, крутые. Все дорогие. Тут рядом мы проезжали отель. Я смотрел по букингу 700 долларов. Может быть, надо было там попробовать за 100 договориться. Но уже что-то неохота ездить. В следующий раз попробую. Если завтра тут еще останусь, попробую туда заехать. Там тоже прохалявить. Если получится. Ну, в общем, видите, плюсы. Ковида, как говорится. Вот такие вот, что весь кратер в моем распоряжении. Никого вообще нету. Мы за день встретили 3 или 4 машины. Вот. И отели тоже все пустые. Это, конечно, очень круто. Я у отеля совсем один. И решил посмотреть, что там в конце коридора. Я вот сейчас иду и думаю... Когда я смотрю фильмы ужасов, я всегда думаю, нахера они туда пошли, сока? Зачем? Примерно такие же ощущения я сейчас испытываю. Отель просто громадный. Огромный. Очень большой. Я не знаю, в Киеве. Ну, то есть... Это десятки миллионов долларов сюда ложили. Мне сказали, что я один. А тут дверь приоткрыта. Ну, я не пойду смотреть, что за мной. Тут просто заперто. Фуф. Доброе утро всем. В общем, мы вчера тусили, получается, по стене. И за стеной, да, весь день. Вот. Сейчас мы в 5 утра выехали. Уже у нас 6. Едем вниз. Будем выслеживать каких-нибудь животных. Ну, и вообще, может, что там интересного найдем. Все сниму обязательно. Ребята, если хотите, бесплатный совет. Всегда с собой в Африку берите теплые вещи. Ночью был адский дубак. Я не знаю точно сколько. Но, мне кажется, градусов 14 примерно. И сейчас очень холодно. У меня есть теплых вещей. Только это. Вот это вот пледик этот масайский. И футболки. Мне интересно, а как гиппопотамы всякие, там, крокодилы. Блин, крокодилы, они же вообще холоднокровные. Как вот они сейчас в том озере, вот, которое сзади меня. Как они в плюс 14 себя чувствуют. Мне интересно. Надо у кого-то расспросить, кто в этом разбирается. Гиппопотамы, я тоже думаю, они только исключительно теплую погоду любят. Все это довольно странноватенько. Это была гиена. Но, правда, недолго совсем. Антиопы. Что вообще не боятся совсем. У нас перегрелись тормоза. И антиопы нас поддерживают. Не уходят. Тусят с нами. Антиопы. Эй. Что-то, ну, видите, тут действительно нет охоты. Это правда. Я в это верю. Потому что я от них в 10 метрах. И они как-то особо не парятся совершенно на эту тему. Пока у нас тормоза остывают. Сниму панорамку. Вот эти антиопы, которые нас поддерживают. Вообще, ну, так-то, конечно, телефон не передает. Но животных вокруг просто тысячи. Вот просто глазом невооруженным видно. Их очень-очень много. Так видно рассвет. А так видно кратер. Он находится на глубине 600 метров. Мы спустились вот оттуда. В общем, антиопы вокруг реально тысячи или десятки тысяч. Я даже не знаю. И они совсем не боятся. Ну, только мычат. Их прям много. Сесников пока что-то не видно. Зебры. Что-то тоже они прям как-то без должного уважения относятся. Зебры? Эй-эй! Ноль внимания. Мне такое не нравится. Я люблю, когда меня боятся. Буйвол. Тоже считается довольно опасное животное. А мне водитель рассказал, что у них тут существует такая местная легенда, что самая страшная смерть от Буйвола. Потому что он тебя наколит на рога, ты будешь живой, а он будет бежать по лесу, ты будешь биться об ветки, об всякие деревья. И типа умрешь страшной мучительной смертью. Видите, везде есть свои легенды. Довольно крупная птица. Вон еще одна, вторая. Вон. Если я ничего не путаю, вон вторая. Если я ничего не путаю, они, эти птицы бегают быстро и на змей охотятся. Я забыл, как называется, к сожалению. Но мне кажется, что это они. Вот, смотрите, вам немножко видов местных. Тут мы в лесу нашли слонов. Я-то к слонам привыкший. У нас в Таиланде они как домашние животные. А тут слоны агрессивные. Там вон слоненок. И они облизывают дерево. Они грызут кору. Их тут много. Я еще вижу несколько вокруг. Африканские слоны уже миллионы лет живут рядом с человеком. Поэтому человек воспринимают сразу как хищника. И относятся довольно агрессивно к нему. Их поэтому невозможно приручить, считается. В цирках во всех везде наступают индийские слоны так называемые или азиатские. Но вот здесь одна странная вещь. Вы помните про Ганнибала, про поход Ганнибала на Рим, да? У него были слоны в армии. Но вот у него слоны в армии были вроде как африканские. Это довольно странно. Потому что их приручить-то невозможно практически. Они очень агрессивные. Вообще если вы подумаете о том сколько животных было приручено. Смотрите сколько животных вот здесь, да? Вот мы сейчас едем в кратере. Тысячи. Сколько из них было приручено? Нисколько. Даже зебр приучить не смогли. Поэтому кавалерии африканской никогда не было. На зебрах масаи верхом не ездят. Хотя было бы круто, да? Такие африканские ковбои. Почему? Потому что у зебры в генах тоже прописано, что человек это опасность. Она старается от него убежать. Потому что они вон миллионы лет уже рядом тусят. вот поближе тоже молодые слоники. Ну, судя по размеру бивней. Вон еще там один тусит. Их тут штук 7-8. Но я не вижу главного. Главный должен быть большой, с большими бивнями. что-то он где-то прячется. Вот одни из немногих животных. И, наверное, единственные, которых я сейчас могу вспомнить. Которых приручили в Африке именно, да? Потому что, смотрите, коровы, лошади, свиньи, утки, куры, они же все не африканские. Не местные, не коренные. Это цесарки. Вот их здесь приручили. А так я больше никого не вспомню сейчас на вскидку так вот кого тут еще приручили. Почему так? Потому что мы эволюционировали здесь. Вот хорошо видно. Вот мы все ездим, ездим. Я не могу понять. Тут трава очень короткая. прям очень короткая. Поэтому видимость на километры вперед. И как львы могут подобраться незаметно, для меня это пока загадка. Совершенно. Вот я сейчас стою, я вижу на расстоянии нескольких километров все вокруг. Смотрите, вон там. Видите? Вон там тоже пасутся антилопы. Ну и как бы как львы могут подойти. мне пока не ясно. Поэтому только ночью остается вариант. все. Днем особо не поохотишься. А вон я вижу почти новорожденный. вот что ты мочишь? Это наверное вожак. он нас обматерил. Так у нас там семья носорогов. Ну они даже бегают прям вокруг них никого нету из других животных. Почему? Потому что носорог он плохо видит и у него такое правило, что если ты то есть в любой непонятной ситуации нападай. Поэтому они как видят какой-то силуэт непонятный они сразу нападают. Поэтому все от них держатся в стороне. никто к ним не подходит. Вот никто к ним не мо-мо-мо. Окей. Ну это понятно. Слоны. и причем они все четверо почему-то с большими бивнями то ли они типа в возрасте все то ли все самцы отсюда плохо видно вижу что один из них какает вот а это точно самец вон у него пятая нога появилась вот и про зебры немножко вам скажу значит ой нет этих плохо видно давайте вон те будем смотреть вот этих вот солнце светит не очень удобно вот эти полоски они оказываются на сто процентов оправданы я недавно узнал с удивлением что многие насекомые зебр не кусают например муха цц в том числе почему они просто не расценивают как какой-то объект как животное то есть они их не видят у насекомых глаз так устроен что насекомые зебру не видит это интересно и у меня была такая история мы ехали когда вот на добычу алмазов едем что-то разговариваем я смотрю впереди на дороге как будто бы ветер несет куски бумаги я смотрю что ты как-то многое он несет и несет и несет и как будто мусор подъехали поближе а там перебегала дорогу но наверное штук 600 800 зебр и вот даже мой человеческий глаз их расценил как не животное как какой-то не животный объект вот собственно зачем им такие полосочки нужны красивый кадр у нас прямо по курсу 2 гиппопотама или бегемота кстати по статистике больше всего людей за год убивают именно гиппопотамы они очень агрессивные для меня остается пока еще загадкой как они перелезли вот эту вот стену высотой 600 метров пусть даже ладно там два-три миллиона лет назад кстати три нет два миллиона лет назад да но кстати она же раньше была выше это сейчас все же дождями размыло раньше она была выше значительно вот как они сюда смогли попасть я не могу понять пока что вот эта птичка поближе у нас тут это не птица секретарь случайно я вот не помню название куда уходишь стоять а это у нас сидит орел и тоже не боится а вот кстати эта птица видимо орел не это не голодный наверное насколько животные вообще не боятся людей совсем ну посмотри на нас хорошая охота тебе так тут у нас тоже животные вот ну как бы страусы понятно мы увидели да но у меня вопрос как страусы пролезли через вот эту гору то есть как бы но я понимаю что это сделали раз они туда но вообще у нас страус ассоциируется как-то с равнинами саваннами горного страуса если очень слабо представлять тем более что здесь перепады довольно высокие наклон там такой прям серьезный но тем не менее они тут тут у нас розовые фламинго их много вон на той стороне видите там такая большая белая полоска это тоже все они вот пока я не вижу возможности подъехать ближе дороги нету к ним сейчас мы вокруг озера едем посмотрим может где-то подъедем я вчера рассказывал да что они на самом деле не розовые если их кормить обычной едой без микроорганизмов которые делают тут воду розовой то они тоже станут обычные белые то есть временная окраска у них вот еще немного по болотцу ходят розовые фламинго но снимая как могу на максимальном увеличении от нас метров 35 примерно до них и там еще буйволы по сути а там дальше если видите черное большое видите да это слоны и антилопы много тут у нас дикие песики песики песиков любишь песики песики он еще один но не совсем маленькие такие как лисички размером и есть пеликан вот он сейчас вот он а так это бегемот блин я сразу не заметил вот же лежит бегемот у нас еще вот он притворился корягой бирюси гиппо я думаю самое близкое расстояние на который можем подобраться к розовым фаминго конечно не прям огонь но лучше чем ничего ближе пока не нашли нашли поближе но правда вот всего три штучки ну они не прям чтоб розовые но такие розоватенькие то есть это микроорганизм у них перьях оседают я считал что если их несколько месяцев кормить обычной едой то они станут белыми три-четыре месяца где-то они будут выходить у них из организма а вот это я не помню кто очень красивые клювы у них такие красноватые желтым черным и тут же рядом вот фаминго и тут же этом пеликаны уникальное место конечно здесь прям все животные вместе тусят на маленьком пятачке смотрите как у него клюв красивый очень прикольный котик а как называется я не помню все пропал водитель говорит что это детеныш ягуара это конечно не так смотрите очень интересный момент мы уехали в другой район тут уже высокая трава и она бурая прям как львы по цвету да и чё-то антилоп тут уже нет совсем вообще ни одной смотрите возможно тут тусят львы есть такое подозрение сейчас попробуем их найти ну котик очень классный мне очень понравился страусы которые смогли перелезть через горы пока не наблюдаем я думаю что эту птицу все знают да очень красивые тут довольно много красавчик в туалете нашел такую камуфляжную лягушку живым и что такое напала на меня прям так надо ее стряхивать ехать ты со мной хочешь что ли тебя в самолет не пустит самолет не пустит